Ребят, всем привет! Сегодня пятый день моего отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Египте. Отель называется Отиум-Алоха. Отель мне очень нравится, я практически всем доволен. Сейчас март месяц, и я как бы сюда приехал в Шарм-эль-Шейх. Ну, в принципе, как сказать, не за отдыхом, вот на море, то есть классический отдых такой на пляже. А приехал ради экскурсий. Почему в марте? Потому что элементарно здесь погода позволяет, то есть долгое время находиться в пустыне, в общем, не жарко. Я уже успел побывать на одной экскурсии, слетал в Луксор. Экскурсия длилась один день, посмотрел там храмы, всякие достопримечательности исторические. Познакомился с культурой древнего Египта, потрогал своими руками это все. То есть эти иероглифы, которым по 2-3 тысячи лет, вот, очень остался довольный. Эту экскурсию я покупал не в отеле, потому что в отеле она стоит 250 долларов. Это, то есть с перелетом туда, обратно и со всеми входными билетами на эти, в общем, как бы достопримечательности. Есть и гробницы всякие, там, и храмы, и т.д. Вот, но, как бы, я вышел, в общем, в город и нашел там агентство. Я ее, честно говоря, еще в Украине нашел, созвонился там с девочкой из Украины. Она работает в этом агентстве уже не первый год. Вот, она замужем за хозяином этого агентства. В общем, сконтактировал с ней еще в Украине, она с Каменца-Подольского. Хорошая девочка, очень понятливая, все четко понимает, что нужно русскому, украинскому туристу. Вот, и, в общем, заплатил я там на месте 185 долларов. То есть, разница огроменная. Мне выписали вот такой чек про то, что я купил эту экскурсию. После первой экскурсии я, конечно, стопроцентно остался довольный экскурсией. Просто 10 из 10. Причем, со мной в автобусе ехали те люди, которые отдали здесь в отеле по 250 долларов за экскурсию. То есть, они ехали в том же автобусе. Просто, я так понял, разные посредники, которые продают эти экскурсии. И разница в деньгах огроменная. А так, занимаются развозкой туристов. Тут все схема налажена. То есть, я не знаю, как бы, может быть, это какие-то фирмы, может быть, это через государство. Это все организовывается. Но едут все теми же самыми автобусами, обслуживают всех, ну, в принципе, одни и те же гиды. Вот, людей собирают по всему шарму. Вот, свозят в аэропорт. И там уже разные люди меняются в аэропорту. Одни там курируют группу. На развозке другие гиды. Там в Luxor уже третьи люди. Вот, как-то так. Там питание тоже. Там еще какие-то люди занимаются питанием. Ну, все, в общем, организовано супер, вообще идеально. Придраться практически не к чему. Вот, и сегодня пятый день. У меня следующая экскурсия, которая, в принципе, самая дешевая из всех экскурсий, которые я купил. Это микс сафари. То есть, это не обычная сафари, вот, как привыкли люди ездить там на квадроциклах. Вот, гуськом там по пустыне. Это микс сафари. То есть, там, что там будет? Там будет квадроцикл. Я взял 40 минут. Баги 40 минут. И еще будет верблюд 30 минут. То есть, называется микс сафари. Потому что несколько видов транспорта, как сказать, по пустыне. Девочка перед каждой экскурсией контактирует со мной. В общем, связывается через вайбер. Пишет, что мне нужно взять с собой на экскурсию. Спрашивает какие-то, возможно, у меня там проблемы, не проблемы. Там вопросы какие-то возникают. То есть, постоянно гид на контакте со мной. Кстати, ссылку на этого гида я оставлю под видео. Посмотрите. В общем, мне ничего не платят. То есть, у меня канал такой, как-то слабенький. Я, в основном, делаю видео для себя. Просто чисто помочь девчонке. Своя девчонка, как бы наша. Чтобы больше, может быть, туристов. Просто, что мне нравится, все честно. Так, как есть, так и говорят. Это просто супер. Без всякого кидалова. Первая экскурсия, ну, все проверено. Дальше посмотрим, как будет. Мы практически на 99% уверен, что будет все идеально. Сейчас погода такая ветреная. В общем, уже второй день идет такая пулевая буря. В Шарме. Ну, она такая небольшая. Сильно, как я помню, я был в Дубае. Там, ну, серьезная такая буря была. То есть, видимость была не очень. Ну, сейчас, если так присмотреться, ну, есть дымка над морем. Такая дымка. Когда я первый день приехал, то там на заднем плане горы есть, то эти горы было видно. А сейчас их практически не видно. То есть, такая дымка в воздухе. То есть, как бы пулевая буря. Телефон тоже показывает, что пулевая буря сейчас в Шарме. Ну, ветер хорошо. Ветер такой прохладненький. Солнце греет, не жарко. То есть, идеальный вариант по пустыне ездить на этих квадроциклах, на баге и т.д. Что мне она написала взять с собой? Взять очки обязательно. Ну, без очков тут вообще никак. Как бы солнце просто уничтожает, высушивает. То есть, глаза на глаза очень тяжело. Рафатку сказала взять. То есть, это вот эта вот вещь, которая обматывается вокруг головы. Но рафатки у меня нет. У меня есть кепка. Посмотрим, возможно, в кепке. Ну, скорее всего, для того, чтобы более такие аутентичные фотки сделать. Все-таки там на месте куплю рафатку. Там, естественно, там можно все купить. Потом еще очки там будут от песка. Ну, не знаю. Посмотрим, если будет там много песка. Там ветер такой будет песчаный. Может быть, возьму в аренду эти очки. Может быть, нет. Может, и этих очков хватит. Ну, посмотрим. Ну, еще, возможно, кофту. Кофту, потому что сейчас Марс месяц. И такой ветер, ну, холодный. Такой еще в пустыне. Я был в Луксоре с Сахарем. Потому что там фактически уже Сахара начинается. То вот, когда ты подходишь к горе, гора нагревается. И вот от нее там жар такой идет. А там жарко. Но сухо. Сухо. И за счет этого вот как бы не очень тяжело. Я когда был в Сингапуре, там влажно и жарко. Это реально вот тяжело. Для организма это вообще тяжело. А вот сухо и жарко, ну, это нормально. Можно, в принципе, вытерпеть. Вот. Когда подходишь к горе, там тепло. Когда отходишь к горе, ветер такой холодный. Еще зимний такой какой-то начало марта. То есть зимний еще ветер. И реально холодно. Те, которые приезжали в шортах там и в футболочках, реально замерзали. Особенно, когда мы еще плыли по Нилу. То есть вообще все так позамерзали жестко. Ну, а я нормально прибарахлился. То есть у меня была кофта, джинсы, кроссовки, кепка. И я еще капюшон натягивал на себя. Потому что в уши задувал такой ветер. Холодный, влажный, такой неприятный. В принципе, я не замерз. Как бы все вот так вот сидели. Холодно было. Казалось бы, да, Египет. И реально люди замерзали. Вечером, вечером вообще реально холодно становится. То есть в отеле, тут по территории отеля ходить, пойти покушать вечером, то есть нормально. А вот именно долго ходить, там выйти за территорию отеля, где-то там гулять вечером, то вот холодно. Может быть холодно. Погода именно такая обманчивая. Вот у кого организм не очень, у них тет слабый, то особенно после купания. Вот сейчас заболеть нефиг делать, реально можно. Что я ожидаю от этой экскурсии? Я ожидаю от этой экскурсии, конечно, позитивных эмоций, то есть покататься по этой пустыне. То есть я уже был на сафари, на сафари в Дубае. Там мы на белом ленд-крузере, на джипе катались. Нас водитель возил по дюнам, по барханам. Но это будет немножко другое сафари. Это как бы ты на открытом воздухе, там и баги открытые, и квадроциклы, само собой открытый, вид транспорта такой. То есть верблюд тоже, ну, совсем другие ощущения. Не то, что это на джипе, там, ну, это разные сафари. На таком я еще не был. Вот это классическая, самая такая дешевая экскурсия в Египте. Там стоит 15 баксов, ну, зависит еще от времени и еще манера езды. То есть ты можешь взять там в аренду этот квадроцикл, там, ездить как хочешь, вышивать. Вот, в этой пустыне на скорости, там. Ну, это тоже зависит от организации, которая вообще дает, организовывает эту экскурсию от фирмы. Некоторые просто ездят гуськом, там, друг за дружкой, не шагу влево, не шагу вправо. То есть, ну, такое. Я, в принципе, не знаю, как еще это все будет. В принципе, надеюсь, что для первого раза любого варианта хватит мне с головой. Я беру с собой экшн-камеру, свой стабилизатор Snop Atom, на который я сейчас, в принципе, снимаю, и телефон. Galaxy S9 Plus. Вот. Камера у меня, вот эта камера, это китайская дешевая камера. То есть, как бы, она покупалась для того, чтобы плавать под водой. Вот. И, ну, как бы, в GoPro у меня нету. Дорогой GoPro нам стоит 400 баксов, даже 500, там, если в полном комплекте. Ну, это просто бралось под водой, рыбок, там, снимать, если ты утопишь, замочишь, она всего лишь 100 долларов стоит. Не так жалко, да, как бы у прошку будет. Вот. Ну, эту камеру, в общем, я буду крепить себе на грудь. Сейчас я вам покажу это приспособление. То есть, это все с Алиэкспресс заказывалось. Я уже использовал такое приспособление на американских горках, когда катался в Фингапуре, в Universal Pictures, в парке и в Гонконге, в Диснейленде. Ну, в общем, ребят, вот так вот это выглядит, устанавливается на грудь, берется камера. Здесь вот этот водонепроницаемый бокс, но он же, как бы, у меня сейчас служит и креплением для камеры, то есть, для этой. Вот сюда вкладывается камера, закрывается. Ну, вот. Ну, и, как бы, кнопочки тут включаются, запись, вот так вот устанавливается. А у меня такая проблема возникла. В общем, я плавал, снимал рыбок уже на этой камере. И у меня заржавело. В общем, вот он, этот болт. Вот такой вот болт, видите, ржавчина. То есть, у меня заржавел вот этот вот болтик. Я его не мог открутить. Вот. И не мог снять этот болтик, потому что это болтик с крепления до этой камеры. А вот эта вот вещь отдельно заказывалась. И здесь крепление уже свое. Ее нужно устанавливать на это крепление. Вот. А так как я не мог открутить этот болт, то я не мог установить камеру. Но этот, эти ребята, которые работают в отеле, косят газоны, стригут газоны. Я так логически подумал, ну, у кого могут быть инструменты. Да, ну, естественно, у этих ребят. Вот. Я подошел там к двум типам. И они, короче, что-то там порылись. Ну, у них инструмента, конечно, ключика такого не было. Но у них были клещи. И клещами они зажали, в общем, открутили. Ну, конечно, я дал по доллару этим ребятам. То есть, за их труды. Вот. Здесь как бы принято, да, давать чаевые. Ну, естественно, людям приятно то, что они мучились, там, долбались. Причем не с первого раза мне помогли. Я еще перед этим подходил к мальчику, который убирает у меня здесь в комнате. То есть, он ничего не смог сделать. Потом еще к одному типу подошел в отеле. Он тоже, ну, как бы посмотрел. То есть, попробовал там руками что-то открутить. Я тоже так пробовал, ничего не сделал. А вот эти садовники, то есть, ну, я сразу хотел к садовникам подойти, но садовникам не нашел. То есть, потом услышал там что-то там, они подстригали, по звуку их нашел, то есть, попросил, вопросов нет. Ну, еще и для подсъема, скажем так, буду использовать такую обычную селфи-палку с телефоном. Это, знаете, мол, когда ты рулишь квадроциклом, может быть, сбавляешь скорость, да, и одна рука у тебя может быть свободна, и ты его так вот берешь и вокруг себя там ведешь, мол, типа, ну, прикольные ракурсы получаются. Эта экскурсия обошлась мне в 65 долларов. Вот, вот, тут написано 65 долларов. Вот, в чеке. Это самая дешевая моя экскурсия. Ну, по минимуму, если просто брать квадроциклы, там будет 15 баксов. Ну, 15-20 долларов. Может быть, 25 в зависимости от фирмы. Вот, ну, у меня 65, потому что у меня как бы и верблюд, и квадроцикл, и баги. Еще нормально так по времени я буду кататься на этом всем.